Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить о том, когда и как надо начинать говорить ребенку о Боге. В вопросе о возрасте, когда следует приступать к воспитанию детей, мнения часто расходятся. Некоторые родители считают, что после появления на свет ребенок долгое время нуждается только во внешнем уходе. Они смотрят на него словно на забавного котенка, невосприимчивого к духовным воздействиям, полагая, что до двух-трех лет разум ребенка еще не готов к усвоению духовных предметов. Такой взгляд ошибочен. Он противоречит как науке, так и христианскому учению. Психология установила, что ребенок восприимчив ко многому с самого рождения. По определению одного ученого, душа ребенка подобна чувствительной кинематографической ленте, которая непрерывно фиксирует все ощущения. Ребенок еще лежит в колыбели, а душа его уже накапливает впечатления, улавливает звуки, взгляды, интонации голосов и даже душевное настроение родителей. И из всех этих впечатлений, помимо его разума, непрерывно формируется подсознание ребенка. И все, что он воспринимает день за днем, становится частью его личности. И тогда уже никакими способами эти впечатления не изгладишь. Кроме того, современная психология пришла к выводу, что такое подсознательное впечатление в раннем детстве имеет большое значение для последующего развития личности. Например, некоторые душевные заболевания взрослых людей объясняются болезненными впечатлениями раннего детства. Вот почему родители должны помнить, что к первым впечатлениям младенца надо подходить с величайшей бережностью, потому что с момента рождения в нем начинает формироваться не только тело, но и душа. Этому же учит и наша вера. В Евангелии от Марка в 10 главе с 13 по 16 стих мы читаем. «Приносили к Иисусу детей, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Обратите внимание на то, что детей ко Христу не приводили, а приносили. Значит, они были совсем малыми, не могущими самостоятельно ходить. Ученики не допускали ко Христу таких малюток, очевидно, думая, подобно многим современным родителям, что младенцы не способны что-либо воспринимать. Как же отнесся к этому Спасителю? Он вознегодовал на апостолов. А мы знаем, что кроткий Христос негодовал только в тех случаях, когда истинно подавлялось заблуждением. Например, при лицемерии фарисеев, при осквернении храма торговцами. Есть и другие примеры. И он сказал ученикам, «Пустите детей, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Другими словами, дети более чем взрослые, восприимчивы к добру, к любви, к благодати. Они инстинктивно стремятся к Богу. А затем Христос обнял и благословил детей. Отсюда ясно, что Христос учил, что религиозное воспитание надо начинать с самых ранних лет. Духовный опыт Церкви выражены в ряде чинопоследований и обычаев, связанных с детьми. Особыми молитвами встречает Церковь рождение ребенка. В восьмой день после рождения совершается наречение имени, а на сороковой – воцерковление. В эти дни Церковь молится о телесном и духовном здравии ребенка и о его освящении свыше. После крещения Церковь рекомендует как можно чаще причащать ребенка, приносить его в храм, прикладывать к святым иконам. Все это было бы излишним, если бы ребенок был невосприимчивым к духовным впечатлениям. Таким образом, самое важное время для воспитания души – раннее детство. Собственно, в детские годы формируется нравственный мир человека. Душа ребенка в возрасте до шести-семи лет подобна мягкой глине, из которой можно лепить его будущую личность. После этого возраста главные черты человека уже сформировать или переделать их почти невозможно. Поэтому хорошо поступают те родители, которые с самого раннего возраста прививают своим детям издревле установленные Церковью религиозные обычаи. Например, когда мать подносит своего ребенка к иконам, когда перед сном осеняет его крестным знамением или когда, пересиливая усталость, держит на руках в течение богослужения или молится над его кроваткой. В этом проявляется ее христианская забота о нем, как это художественно описал поэт Хомяков в следующем «Четверостишье». Бывало, в глубокий полуношный час, малютки, приду любоваться на вас. Бывало, люблю вас крестом знаменать, молиться, да будет на вас благодать. Любовь Вседержителя Бога. Любовь Вседержителя Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова